Продолжение следует... Итак, уважаемые коллеги, начинаем сегодняшнюю нашу встречу. Я напомню, что в прошлом году мы по воскресеньям достаточно часто собирались и проводили ряд интернет-себинаров, и мы говорили об аспектах психического здоровья, где много было всего интересного. В последнее время мы активно проводили. Что-то у меня пропадает. И большой грант, и мы много всего тратим на выполнение этого гранта. У нас есть программа выходного дня, и мы несколько раз приглашали в университет наших студентов, наших коллег, наших абитуриентов, но в воскресенье оказалось не совсем удобно приезжать в университет, и поэтому сегодня мы решили мастер-класс. Наши выпускницы факультета дистанционного обучения Шулава Шуаловой Натальи провести интернет-формате, как мы обычно делали в прошлом году, по воскресеньям. Наталья училась в нашем университете, на нашем факультете, и весной, там, в феврале защитила, январе защитила выпускную работу. В феврале торжественно включили, влучили диплом. Наталья сейчас учится в магистратуре нашего университета, продолжает образование. Это подтверждает, что очень важно непрерывность образования. Решила поделиться собственными мыслями и провести мастер-класс по пренатальным францам. Тема очень интересная, и я надеюсь, что всем понравится. Мы сделаем видео-заппит. Для тех, кто не смог сегодня учиться, могут пригласить видео-заппит. Сегодня мы пригласили и абитуриентов в нашу студию, потому что подготовка к поступлению на факультете дистанционного обучения предварительно очень важна, чтобы понимать, как строится обучение, как общаются наши студенты, какие технологии применяются. Мы всегда приветствуем присутствие наших абитуриентов, хотим, чтобы они активнее участвовали, не думали, что это только по указанию нужно приходить сюда, именно нужно по своей доброй воле, потому что дистанционное образование базируется на самостоятельном образовании, на самостоятельной работе. По принуждению в дистанционном образовании никто не выживет. Вот так. Наталья, спасибо за то, что вы согласились. И слово. Спасибо большое. Напишите мне, слышно ли меня. Хорошо ли меня слышно. Да, слышно. Спасибо. Бронич обещал какую-то презентацию, то есть не какую-то, а презентацию вывесить. Вот. В какой момент он это сделает? Смотрите, вы презентацию можете найти, вот за тебя презентация, я вас просил это сделать, я загрузил патруль ведущего, и найдите по своей фамилии. Ага. Это куда, значит, на что мне нужно нажать? Внизу презентация. Внизу презентация, вижу. Выберите презентацию. Сейчас я выберу. Наверное, на станции Буршу, Аллова. Да. Ага. Ага. На стрелочку нажать теперь. А, есть моя презентация, да? Ну, это ваша. Уже висит она? Ну, да, она висит уже. Да, естественно, да. А вы не видите? А я вижу, да, пренатальные матрицы, теоретическая модель о состоянии психики до его время рождения, области пренатальной психологии, глубины психологии, неклассического психоанализа. Вот. Для того, чтобы не перелеснуть, и просто нажать на однострелку. Все, я понимаю? Угу. Значит, вопросы сейчас читаю. Все, да, да, значит, видят презентацию, наверное. И вопрос уже. Правильно, пренатальные или перенатальные, или пренатальные. Но я и так, и так видела. Наверное, и так, и так можно. То есть, в разных источниках по-разному. И я не видела, чтобы где-то обсуждали этот момент. Наверное, можно и так. Ну что, тогда я начинаю. Вы готовы? Готовы. Все. Спасибо. Значит, еще раз. Если у меня вдруг пропадает звук или какие-то проблемы, сразу же пишите в чате об этом. И если я не реагирую, то звоните по телефону, который вот красным. У меня красный цвет. Я чуть выше в чате вывесила свой телефон. Вот. Адрес, наверное, понадобится для того, чтобы эту презентацию... Ну, эту презентацию, может, там и Бронис Бронич выслать. Могу я вам выслать, если захотите, если пришлите в свои адреса. И статью книги могу выслать. Вот, в частности, книга Фрица Риммана, она на русском языке есть, к счастью. «Основные формы страха». Фрица Риммана, начну с него, наверное, это изведенный немецкий психолог, психотерапевт, который уже, к сожалению, ушел из жизни в 79-м году. В 79-м. Он, на него, собственно, я буду ссылаться. Точнее, ссылалась на него те люди, от которых я узнала про пренатальные матрицы. Мне очень повезло. Я в этом году работала в развивающем детском центре сказкотерапии и раннего развития, так называемый центр. Назывался «Наришка». И директор нашего центра уже много лет работает в психологии. Она один из ведущих детских психологов, практиков Москвы и России. Оруджева Жанна Анатольевна ее зовут. И она, у нее есть опыт организации международных практических школ по психологии, в частности, очень хорошей связи с Украиной. И вот в январе она организовала очередную такую школу, где я была одним из ее участников, и пригласила психоаналитика, психотерапевта из Украины Алину Лирошникову, которая, собственно, и провела с нами очень такой интересный тренинг семидневный, то есть по несколько часов в день, примерно с 10 утра до 5 вечера, мы сидели занимаясь групповым психоанализом. И тема как раз была принатальной матрице. Ну, не только принатальной матрице, но, в частности, вот этой теме было посвящено очень много времени. Алина Лирошникова нам продемонстрировала очень интересные практические методы психоанализа. В частности, она работала с ОКА-цами, так называемыми. Если вы захотите подробнее узнать, я вам могу позже об этом рассказать, но сейчас вот как раз буду рассказывать об этих самых принатальных матрицах. Так вот, Алина и рассказывала нам о том, что есть такой немецкий психотерапевт Фрид Сримен, который написал очень интересную книгу «Основные формы страха», где он пишет о том, что человек выбирает сознательно или несознательно, он выбирает так называемые позиции по отношению к двум базовым жизненным вопросам, на что я готов общаться с другим и на сколько я готов меняться. Эту книгу я тоже вам могу выслать, если вы захотите. Алина Лирошникова проходила двухлетний курс по принатальной психологии в Австрии у психоаналитика Барбары Яки. И вот этот исследователь и ученый тоже, который занимается психоанализом, основываясь на сути, ну, на том, о чем говорил вот как раз в своей книге, основываясь на этих выборах сознательных или сознательных, выстроила гипотезу. Гипотеза перед вами. Позиция вырабатывается в период внутриуробной жизни, в зависимости от того, какой этап беременности матери оказывает наибольшее влияние на плод и закрепляется в период до 6 лет, опытом отношений со значимыми лицами. Ну, будет хорошо, если падение цветунного варианта. Да, да. Вот тут мне говорят про Гроуфа. Да, всегда, когда речь заходит о принатальных матрицах, вспоминают Гроуфа и вспоминают трансперсональную психологию. Причем, как мне объясняли многие специалисты, у нас здесь в России академическая психология, она, в общем-то, критикует позицию Гроуфа, не очень-то хорошо относится к трансперсоналам, хотя никто не отрицает, что этот вопрос нужно продолжать исследовать. Эту проблему нужно продолжать исследовать, и это интересно. Ну, речь идет об измененных состояниях сознания, и об этом у нас мало информации пока. Дело в том, что сейчас я немножко погружаю вас в область глубинной психологии, а именно психоанализа. Я не буду рассказывать о теории Фрейда, наверное, вы или уже изучали это на первом курсе, или просто слышали, знаете об этом, вы всегда можете обратиться к источникам и узнать подробнее о теории Фрейда. Но Фрейд – это классический психоанализ. Значит, сейчас мы уходим в область так называемого неклассического психоанализа, то есть если классический психоанализ начинается от нуля и продолжается до шести лет, в основном вот этот период рассматриваясь в психоанализе, то неклассический психоанализ от нуля до минус девяти месяцев. И вот именно этот период Барбара Якель и исследует. И речь идет как раз об этом периоде. Возвращаясь к Фрицу Риммана, он в своей книге указывает на четыре основных импульса, которым мы подвержены. Это вот тут по два импульса. Первый – стремление к самосохранению и самообособленности, с противоположным стремлением к самоотдаче и принадлежности к общему. Вот первые два импульса. И вторые два импульса – это стремление к постоянству и безопасности, с противоположным стремлением к изменениям и риску. То есть он утверждает, что люди подвержены вот этим импульсом. То есть могут на них войти, кстати, эти импульсы четыре. И из этого он делает вывод о том, что существуют четыре основные формы страха. Но вообще сам он о страхе писал так. Страх является неизбежной принадлежностью нашей жизни. Постоянно изменяясь, он сопровождает нас от рождения до смерти. История человечества от прошлого до настоящего состоит из попыток преодолеть, уменьшить, пересилить или обуздать страх. И вот эти вот четыре формы страха он имеет. Причем все это он обо всем пишет, опираясь на свою очень обширную практику психотерапевта. Конечно, так как он психоаналитик, работал на самом деле с невротиками. Я не буду зачитывать, вы сами читайте. Просто первый страх – это страх утраты «я» и страх зависимости. Второй страх – это беззащитность и изоляция. Третий страх – страх того, что я изменюсь, и поэтому я не уверен ни в чем. И страх перед необходимостью, переживаемой как окончательность и несвобода. Вот для меня всегда было страшно, когда я училась у нас на скутите, значит, не сдать вовремя задания. Это было необходимо уложиться в сроки. И вот, причем, надо было сделать обязательно, потому что иначе просто отчисляли. И действительно, моих коллег много не отчислили за то, что они не успели. И действительно, я была несвободна, как чувствовала себя несвободной, потому что надо было обязательно сидеть, делать задания, вовремя все контрольные отправлять. Вы сейчас меня понимаете, наверное, те, кто студенты, кто учатся. Так что последний страх, наверное, для меня был самый актуальный последние пять лет. И вот, уважаемая Барбара Якель, развивая дальше эти мысли об этих страхах, вывела две позиции, интерперсональную и эссенциальную. К интерперсональной позиции она относится ощущение постоянного контакта с другим, реальным или значимым из прошлого, или страх потерять другого. И вторая позиция, противоположная, эссенциальная позиция, это ощущение постоянного контакта со своим Я, опора на свою базовую сущность, эссенцию, страх потерять себя. Таким образом, она показывает, что есть диапазон страхов. От «если отдалиться, я потеряю другого», «если приблизиться, я потеряю себя». Сейчас я вам сказала о таких базовых вещах, то есть вот эти термины важно усвоить сейчас на этом этапе. Интерперсональная позиция и эссенциальная позиция. Интерперсональная позиция, мне важен контакт, я боюсь потерять другого. Эссенциальная позиция, мне не важен контакт, потому что я боюсь, у меня есть страх слияния и страх потери собственного Я. Если что-то непонятно, пишите в чате. И уже, вот тут у меня уже матрицы пошли, но пока еще... Вообще вопросы есть вот по этой части, то, что я предварительно рассказала, о чем мы сейчас будем говорить. Вы, наверное, читали аннотацию. Еще я захожу несколько слов. Вот почему пренатальная психология? Потому что утверждается, что дородовый период... Ну, это нейрофизиологи говорят, что дородовый период и роды составляют некий первичный опыт ребенка. И поэтому мозг, формируясь в внутриутробном состоянии, он уже реагирует на раздражители, это доказано, и это обуславливает некие первичные нейронные связи. То есть вот... Это данные из перинатальной психологии. Поэтому психоаналитики и решили выделить вот эту гипотезу о том, что, ну, опираясь на, в частности, данные выводы с лица Риммана об основных страхах, о том, что позиция вырабатывается в период внутриутробной жизни. И о закреплении их в первые шесть лет мы тоже поговорим. Здесь, наверное, все понятно. Так. Сейчас я еще хочу. Так, вот если я сюда нажму, она спрячется. Ага, если я нажму, она появится. Просто там мышцы шевельтут, значит, это нормально. Так, хорошо. Дальше. Пошли. Таким образом... Ну, еще Гроф, говорю. Да, ну почему Грофа так не любит? Он, насколько я поняла, он делал свои исследования, применяя такие запрещенные методы. Например, его эстетюмы принимали ЛСД, и под воздействием состояния измененного сознания они, значит, что-то там отвечали на какие-то вопросы, видимо. И на основании этого вроде как появились вот эти вот четыре матрицы. Первая базовая и еще три. Но сейчас уже существуют другие методы, например, медитации или сказкотерапии. И я вам честно скажу, я определяла свою матрицу при помощи средств сказкотерапии. Было очень интересно. Действительно, вот мне трудно было определить свою матрицу. Есть люди, у которых ярко выражена матрица. Это такие, как правило, проработанные, личностно проработанные люди. Вот наши преподаватели, например, психологи. Они, у них вот так ярко выражена матрица. Можно просто посидеть на этой лекции и понять, послушать их вообще, как они общаются с вами, и понять, на самом деле, какая у них матрица. А вот если матрица, вот эти вот шесть лет, может быть, какие-то были ошибки в воспитании, и произошло некое искажение матрицы, то есть не произошло вот этого закрепления хорошего, ну так, по крайней мере, тренатальной психоаналитики, то тогда матрицу очень трудно определить на глазок. Она явно не видна, и тогда, ну, вот нужны какие-то специальные средства для определения. Ну, конечно, не ЛФД. Так. И, соответственно, вот в этой модели существует четыре матрицы. Первая матрица основная или базовая, называется игровая площадка. Вот я тут написала интересные слова, типа интерпенсаназ, подавление агрессии. Ну, почему она является первой? Потому что закрепляется, как бы, закрепляется переживание вот этого внутриутробного сибиотического единства с матерью. Блаженное пребывание в матке, все хорошо, ребенок связан с куповиной, он получает питательные вещества, то есть, ну, в таком раю пребывает фактически. И если после рождения ребенка вот это вот состояние, как бы, это, ну, остается с ним, то есть, запоминается именно это больше всего, тогда вот говорят, что человек относится первой матрицей. Значит, здесь, что такое интерперсонализ, вы уже понимаете, да, то первоматричные люди, это люди, для которых очень важен контакт. Если, например, женщина первой матрицы выходит замуж, при этом она здорова, она старается нарожать как можно больше детей, потому что чем больше вокруг людей, чем больше контактов, тем лучше для нее. И эта матрица, ее особенность – это подавление агрессии. Ну, иногда они допускают такую легкую вербальную агрессию. Очень неагрессивные люди. С этими людьми практически невозможно поссориться. То есть, достаточно просто прийти, даже если какие-то недопонимания были, или типа конфликты какие-то непонятные, ну, на словах, достаточно просто подойти, чтобы человек сказать, ты знаешь, я вот соскучился по тебе, давай с тобой пообщаемся, и все, и мир восстановлен. Это я вам сейчас рассказываю для того, чтобы вы понимали, что вот эта теория, она на практике очень хорошо работает. Я уже целый год, я в начале января проходила этот тренинг, и целый год уже ко всем своим друзьям, знакомым, ну, рассматриваю их, в том числе с точки зрения, какая у этого человека матрица, и понимаю, что это все, вот, все пока складывается точно. Вот как написано в этой теории, так и происходит. И мне это помогает выстраивать какие-то отношения позитивные с людьми. Просто осознание того, что вот я знаю свою матрицу, я представляю примерно, у меня есть дефолты по поводу их матрицы, я это учитываю в нашем общении, и получается, все очень хорошо получается, потому что человек ведет себя точно вот по его матрице, как правило. И вот тут у меня есть такая строчка, я хороший, я окей, ты хороший, ты окей, или окей. Ну, мне проще говорить окей, потому что это быстрее. Значит, это такая внутренняя позиция. Человек первоматричный, он считает себя таким вот окейным, ну, и при этом он считает окейным и, ну, других, тем, с кем он в контакте. Так, очень позитивно все. Это такая, это уже от подсознания заложено. То есть, почему с ним так легко, и почему ему так легко с людьми общаться, и вообще ему нужен контакт, и при этом вот он такой очень позитивный контакт. То есть, мне, вот лично, мне вообще все матрицы, ну, все матрицы хорошие, не сказать, что плохая матрица. Какая-то матрица вот хорошая, а какая-то хуже. Так, скажем, первая хорошая, вот такая окейная, а вторая там, она будет другая, и она плохая. Нет, такого нет. Важно здесь осознать свою матрицу и принять ее, потому что, ну, в общем-то, финнодальные психоаналитики, они считают, что это не может измениться. То есть, это то, с чем мы родились, то, с чем мы пришли в мир, и практически поменять вот свою матрицу очень сложно. Раз уж этот опыт закрепился вот где-то в подсознании, да, то это нечто неизменное. И проще это принять в себе, чем пытаться изменить. У меня вот дочь, она, кстати, в эту теорию ей 10 лет почти уже, в январе будет, она тоже заинтересовалась в этой теории, я ее стала рассказывать, она расспрашивала, выяснилось, что она у меня вторая матрица, а я третья. И она сказала, мама, а я хочу быть как ты третьей матрицей, очень хочется, мне нравится, ты мне нравишься, я хочу быть похожей на себя. Я говорю, ну, хорошо, говорю, тогда веди себя как третья матрица. Ну, она говорит, буду. Ну, у нее ничего не получается, она все равно ведет себя как вторая. И где-то к концу года она уже перестала из-за этого переживать. Она поняла, что и у нее, и у второй матрицы есть очень хорошие вот такие вот моменты, ну, положительные с точки зрения там каких-то выгодей, я не знаю. И она решила принять свою вторую матрицу и больше не хотеть стать третьей, потому что она не получается. может быть поэтому, а может быть потому, что, я говорю, ну, третья матрица тоже есть свои недостатки. Так вот, недостаток первой матрицы. Все-таки есть недостаток, несмотря на окейность. Так, не видно презентацию, только у меня. Так, а другие видят презентацию? Ответьте, пожалуйста. Видят, да? Видят. Нет, ага, не все видят. Ага, тоже не вижу. Обновите страницу. Ну, попробуйте обновить страницу. Ага. Вот, вот, попробуй загрузил мне презентации. Ну, я что могу сделать? Я могу ее как-то еще раз загрузить. Стоит загружать ее еще раз мне, вот с моей стороны? Кому-то видно? Вот Андрею я вижу, видно. Он помогает обновление. Можно? Я попробую тогда заново загрузить еще. Так. Надеюсь, что я ее не удалила. Вот, шуваловая презентация. Так, появилась презентация? Да, появилась. Вот, вот. Очень хорошо, что есть обратная связь, и вы пишете, что презентацию не видите. Еще раз, как только вы меня перестаете видеть, слышать, не видеть там презентацию, то сразу же пишите в чат. Я буду стараться реагировать. Я слышу звук такой, зынь. Вот, и обращаю внимание. Так, мы дошли до первой матрицы. Значит, игровая площадка. Так, видите, даже название такое классное. Ну, вот есть недостаток. Ну, или как, или страх, или риск. Я хочу сказать, что здесь, значит, вот, речь идет об контакте, да, вот, персонализ, очень важен контакт, подавление, агрессию у этой матрицы. Ялки, и пилки, и все хорошо. Но, боится первая матрица потери контакта, и боится одиночества. Поэтому и окружается себя большими контактами. А какой у нее риск? Риск или недостаток – это слияние или нарушение границ. Вот сейчас о границах. Дело в том, что у людей первоматочных, так называемые границы, ну, границы личности, не знаю, как еще, вот, они достаточно размыты, а бывает даже совсем отсутствуют. Вот, сейчас понимаете, да, о чем я говорю? То есть, эти люди, они могут совершенно не со зла, совершенно случайно так взять и вторгнуться в сужие границы. Потому что они их не видят. Ну, и своих не видят, и чужих не видят. Просто влиять в какое-то личное пространство. Например, неожиданно перейти на «ты», а человеку не хочется, чтобы его называть. Ну, вот у нас есть «вы» и «ты» и «обращение». Термоматочные могут не из-за недостатка воспитания, а просто потому, что вот они такие дружелюбные и к другим относятся. Все же хорошо, все же окей. Вот так вот нарушить эти границы. Или какие-то другие. Ну, вот я знала людей, например, вот у меня есть термоматочная одна знакомая девушка, которой, когда мы с ней идем по дороге, она не замечает, что вот здесь тротуара нет, а здесь проезжая часть. Она вот так раз на проезжую часть может пойти, и пойти по проезжей части, рискуя тем, что ее собьет машина. Она как-то не обращает на это внимание. Вот очень типично для первой матрицы. Не заметить какую-то опасность в том числе. То есть эти люди, они могут куда-то там заняться каким-то делом, нарушить технику безопасности, не подумать о том, что вот если ты это сделал, вообще сделать нельзя, ты нарушаешь там что-то. Вот есть же какие-то технику безопасности, вот эти правила, они ограничивают, да, ограничивают нашу активность. Они, бывает, порой не обращают на внимание на эти ограничения и подвергают риску даже в свою жизнь. Вот, вот у одной моей термоматочной знакомой женщины, у нее много детей, она многодетная. Она, например, у нее часто дети получают травмы, потому что она, ну вот опять же, не ограничивается их сама, у самой отсутствия границ, и как-то вот для других тоже. То есть вот ребенок у нее там недавно свалился в люк. Опять же, надо было поставить какой-то барьер или закрыть крышку, она этого не сделала, крышки вообще, по-моему, не было у люка на втором этаже на даче, и ребенок вот упал, там буквально полутора лета, но слава Богу, что все обошлось. После этого, конечно, ее муж, старомадричный, вот он тут же сделал люк, и теперь ребенок не рискует. Ну вот, а она вот маму не заметила. Ну, конечно, очень расстроилась, вот, но изначально вот подвергла риску, вот такого риска ребенка, опять же, вот нет границ. Поэтому имейте в виду первоматочный, кто определит в себе первую матрицу, ваш риск это, ну, и нарушение границ первое, и второе, вы можете настолько вот с вторым человеком захотеть с ним быть вместе рядом, и такое свечание происходит. Да, я вижу, что у нас уже пошла вторая матрица. Вторая матрица называется Война. Такая же интерперсональная позиция, то есть очень важен контакт, и при этом принятие агрессии. Видите, здесь начало схваток без открытия родовых путей. Взаимное причинение боли ребенком и матерью, умение выживать при таком интенсивном контакте, и боль, как часть контакта с другим. Так, все так у меня видно, пока все видно. Значит, здесь все наоборот получается, да? Я не окей, ты не окей. Примеры. Примеры вот староматочных людей. Например, это моя дочь староматочная оказалась, но вы ее не знаете, ну, слышали, наверное, что вот есть такой у нас политик Жириновский, это вторая матрица. Сталин был вторая матрица. Гейтер был вторая матрица. Вообще, второматочные часто становятся философами. Вот из самых известных философов это Платон, вторая матрица. Эти, вот что касается границ, да, для этих людей. Позиция у них интерперсональная, контакт важен, но она компенсируется за счет стремления к соблюдению личных границ, к умению отстаивать свои права. Эти люди защищают свои границы. При этом на чужие границы они могут покушаться, то есть, как бы, захватывать их. Вот моя дочь, она любит, например, свои игрушки, не только в своей комнате хранить, а оставлять их везде по всей квартире. Несмотря на то, что знает, что это сделать нельзя, но она упорно это делает. Это вот чисто такой типичный отраматочный поступок захватывать чужие территории. Что касается дистанции в отношениях, то есть, у первой матрицы очень короткая дистанция, вплоть до слияния, то здесь дистанция средняя, потому что есть сознательный страх потерять себя. Но когда конфликт интересов, то все равно он решается в пользу другого. Страх потери другого присутствует. Если есть какие-то отношения у второматочных людей, то им комфортно пребывать и в одиночестве, и вдвоем. В социуме это я плюс я, а наедине это мы. То есть, наедине должно быть слияние, а в социуме это может быть и разделение. Эти люди не любят публичности, они оберегают свою частную интимную жизнь от сторонних, но у них есть такая потребность очень сильных переживаний, потребность глубоких и сильных эмоций. Потому что контакт, с одной стороны, контакт сохраняет жизнь, потому что, понимаете, еще же не родился ребенок, и вот эта пуповина, она еще не перерезана. Поэтому контакт, контакт остается. Но он уже приносит боль, застревание в родовых путях. Поэтому ценится способность в трудных ситуациях удерживать контакт. И что касается принятия агрессии, встречи агрессии, она принимается, но при этом это доброкачественная агрессия по фронту, инструментальная. Агрессия обороны, это защита границ, восстановление справедливости. Иногда они бывают мстительными. Вообще, это люди борцы о справедливости. Ну, конечно, каждый второматочный понимает справедливость, ну, как... Для каждого справедливости своя. И второматочный будет доказывать свою справедливость. Но он будет за нее бороться обязательно. Такие люди, которые ценят силы воли, люди, которые ценят спортивный дух. Эти люди могут в жизни очень многого добиться. При этом у них может присутствовать такая вербальная агрессия, то есть они порой склонны, особенно мужского пола, староматричные представители, к нецензурной лексике. Вот, если это женщины и девочки, вот я по своей дочери знаю, ей очень нравятся игрушки-монстры, как мне странно, вот знаете, есть такие монстр-хай. Если человеку все говорят, ты хороший, а в семье его постоянно критикуют, ну, там надо разбирать, у кого какие матрицы. Вот в семье, например, ну, староматричные, например, они не окейные. И их критиковать нормально. Они хорошо относятся к критике. Ну, потому что все равно, ну, человек, по-сознанию, считает себя плохим, ну и нормально. Вот первоматричные, конечно, будут расстраиваться, если его будут сильно критиковать. А в староматричные ничего, он принимает критику, спокойно относится, но при этом и других тоже критикует. Это очень подозрительные люди. Они, у них, знаете, вот у них такая интересная очень, коммуникация у них интересная очень момента. Вот для них одна из самых высших ценностей – это доверие, которое очень сложно достигается и очень тяжело поддерживается. Понимаете, эти люди, они могут вам дать о вас доверие, но будут подозревать вас и проверять. И при подозрении контактов они могут оборваться. То есть вроде как ты на самом деле, ты не говоришь, что ты меня любишь, или что ты не друг, а на самом деле... о. о. Продолжение следует... 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 Да, у меня есть три вопроса. Первый. Где можно получить более подробную информацию о различных характеристиках? О характеристиках всех четырех матриц. Потому что, к сожалению, не успел все записывать, что вы говорили. Да, слышу. Хорошо. Тогда и два следующих вопроса я вам в фапочте задам. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, второй вопрос был. Знаете, мне кажется, определенно есть влияние процессов, всех переживаний, которые ребенок имел при родах. Ну, как бы полностью этим фактором приписывать все его качества в будущем, мне кажется, не совсем уже разумно, потому что были... Только это. Да, да. Ну, вот мне кажется, что, безусловно, связь есть, влияние огромное, но как-то внутренне согласиться очень тяжело, что именно это и влияет. Ну, это вот просто... Да, да. Спасибо. Спасибо. С наркозависимыми. Очень интересно, что вы работаете с наркозависимыми людьми. Вот. И, ну, тогда я этот вопрос задам вам в письме, потому что, думаю, здесь среди нас таких нет, и чтобы не занимать время. Спасибо вам огромное. Очень интересное занятие. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 , Наталья. Спасибо. Спасибо. Воскреснее время. Воскреснее время мы обновим с помощью наших выпускников. Поэтому, Наталья, если вы возглавите видеоскресенье посиделки, будет очень хорошо. Можно приглашать других коллег, других. Нам сил не хватает. Вот нам проще, если легче будет, если кто-то нам будет помогать и поддерживать воскресенье нашей возможности. Воскресенье прислушать. Мне удаляют. Мы удаляем. Вы сегодня получили рассылку, наверное, по поводу мероприятий, которые нас ждут. Напоминаю, что 27 декабря мы идем на кораблик, и Наталья и вас тоже приглашаем с мужем. Вы нам обещали устроить мастер-класс по танцам. Танцам, помните, два года тому назад, да, мы очень ждем как раз вашей танцевальной терапии, мы сами готовы подключиться к вашей танцевальной терапии, при желании можете продолжить эту тему, будем очень рады, если вы продолжите и пригласите других наших, и поищите интересных людей для таких неформальных встреч. Вот так, поэтому большое спасибо, большие аплодисменты, вот, и до новых встреч. Я сегодня делаю видеозапись, поэтому она сохраняется, будет, и желающие смогут на ютубе, на странице нашего факультета посмотреть. Если у нас есть, вот, есть Виктор, наш абитуриент, и другие абитуриенты, хочу напомнить, следите за сайтом, мы вам постоянно информируем. Ваша суть подготовительной программы, это не только, кто первый, высшая биология, математика или русский, но это участие в различных интернет-конференциях, семинарах. Это возможность углубить свои психологические знания, подготовиться к содержательной работе. Вот так. Хорошо, всем тогда большое спасибо, спокойной ночи, всего наилучшего всем, до свидания. Спасибо.